Обратный адрес. Я Владимир Обаринов, и это пятый эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. 9 мая этого года президент Байден по случаю праздника преподнес своеобразный подарок президенту Путину. Он подписал закон о ленд-лизе для Украины. Я хочу поблагодарить присутствующих здесь членов Конгресса за то, что они приняли этот закон и всех, кто поддержал его. Законопроект демонстрирует, что поддержка Украины в данный момент имеет решающее значение. Каждый день украинцы платят своими жизнями на полях сражений. Зверства, которые творят русские, за гранью человеческой морали. Цена этой борьбы немалая, но уступить агрессии еще дороже. Вот почему мы участвуем в этом. Это второй в истории США закон о ленд-лизе. Первый вступил в силу в марте 41-го года. В прошлом выпуске «Обратного адреса» мы рассказывали о том, что решение помогать воюющим с Гитлером странам далось правительству Франклина Рузвельта нелегко. В случае с Украиной закон принят в Конгрессе подавляющим большинством. Как и тогда, США преследовали цель не дать втянуть себя в Европейскую войну. В исторических параллелях всегда есть некоторая натяжка, но в данном случае параллель вполне уместна. Мой собеседник сегодня – историк Борис Соколов, автор работ о том, первом ленд-лизе и активный комментатор нынешней войны в Украине. Борис, ведь закон о ленд-лизе принимался в первую очередь ради помощи Великобритании, и главным аргументом Рузвельта было то, что, помогая Британии, Америка остается в стороне от войны, укрепляет собственную безопасность. Распространить действия закона на Советский Союз – это была отдельная, непростая задача, и в Кремле это сознавали. Вопрос, поможет ли Советскому Союзу Америка, стоял очень остро. В эти дни в Кремле, в общем, он был все еще как бы не главный, там задача стояла определиться с военным положением. Собственно говоря, после того, как Черчилль заявил, что он поддержит Советский Союз в этой войне, в общем, позиция Америки была уже, конечно, более-менее предрешена, хотя Рузвельт, он достаточно критически относился к Сталину, к советскому режиму. Во время Советско-финской войны, после нападения СССР на Финляндию, Рузвельт как раз и заявил о советской диктатуре тоталитарной, которая напала на маленькую демократическую Финляндию, и которая является столь абсолютной эта диктатура, как никакая другая в мире. Ну, я примерно цитирую по памяти. То есть Рузвельт относился к Сталину довольно критически, вопреки распространенному мнению. Мы сейчас услышим отрывок из речи Рузвельта, с которой он обратился к делегатам Американского молодежного конгресса в феврале 1940 года, вскоре после нападения Советского Союза на Финляндию. Советский Союз, когда подлинно известно всякому, кто имеет смелость смотреть в лицо фактом, управляется диктатурой столь же абсолютной, сколь любая другая диктатура в мире. Она вступила в союз с другой диктатурой и вторглась на территорию соседа, который гораздо слабее и не в состоянии причинить какой-либо мыслимый ущерб Советскому Союзу. Маленькой страны, которая лишь стремится жить в мире и оставаться демократией. Трудно после таких слов выступать за предоставление военной помощи этой абсолютной диктатуре. Изоляционисты голосовали за Ленд-Лиз именно в расчете на то, что Америка в схватке Гитлера и Сталина окажется в положении третьего радующегося. Здесь третьим радующимся-то не получалось, потому что один из диктаторов должен был бы одержать победу, и при отсутствии американской поддержки эту победу, очевидно, должен был одержать Гитлер. А, как, в общем-то, говорил, скажем, будущий президент Гарри Трумин, что мы действительно должны помогать тому из них, кто будет проигрывать, но при всем этом он ни в коем случае не хотел бы видеть победоносного Гитлера. Да, это окончание фразы советский агитпроп обычно забывал процитировать. Исходя из этого, конечно, выбор был должен быть в пользу Советского Союза, то есть в пользу слабейшего из диктаторов, потому что военно-экономический потенциал Германии, он был выше потенциала СССР. В спадке один на один Сталин проигрывал, если он не получал внешнюю поддержку. Да ведь и Гитлер отчаянно нуждался в ресурсах. Когда читаешь документы и особенно дневники и мемуары немецких генералов, находившихся в Ставке, создается впечатление, что, несмотря на всю риторику Гитлера на совещаниях с генералитетом, главной причиной и целью войны с Советским Союзом была борьба за ресурсы для продолжения войны с Англией. За спиной Англии стояла Америка с ее практически неисчерпаемыми возможностями, а у Гитлера такой базы не было. Экономика Рейха в 1941 году была перенапряжена, ей не хватало сырья, нефти, рабочих рук и даже продовольствия. Частью плана Барбаросса стал план Ольденбург, он же «зеленая папка» Геринга, который предусматривал всеобъемлющую эксплуатацию материальных ресурсов оккупированных территорий. Фюрер вообще считал взятие Москвы второстепенной задачей. Главными для него были действия группы армий «Север», направленные на захват Мурманска и Архангельска, чтобы обезопасить морские коммуникации в Северных морях, прежде всего поставки железной руды из Швеции, и группы армий «Юг», которая должна была захватить продовольственные запасы Украины и Кавказскую нефть. Когда в августе 1941-го он прибыл в ставку командующего группы армий «Центр» фон Бока в Борисове, он увидел, что генералы рвутся к Москве и приказал танковым группам Гота и Гудериана развернуться на север и юг, чтобы выполнить задачи на этих направлениях. Однако все трое – Бок, Гот и Гудериан – стали уверять его, что танкисты устали, танкам нужен ремонт, то есть генералам была важна символическая победа – взятие неприятельской столицы. А Гитлер смотрел дальше. Ведь и Сталинград нужен был прежде всего для того, чтобы заблокировать судоходство по Волге. Нефть тогда доставлялась главным образом нефтеналивными баржами. Главный фактор был немножко другой. Надо было прикрывать наступление на Кавказ, из-за этого, собственно, Сталинград приобрел такое значение. Но я немножко с вами поспорю насчет того, что Гитлер боролся за ресурсы. Ну да, теоретически он хотел захватить ботинскую нефть. Ну давайте себе представим, ну даже если бы он ее захватил, вот эти месторождения сами по себе, стопроцентные месторождения, и особенно все объекты нефтепереработки, были бы советскими войсками при отступлении уничтожены, очень капитально. Вряд ли бы он смог наладить нефтепереработку во время войны, какие-то, так сказать, разумные сроки. То есть, скорее там была задача лишить этих ресурсов Красную Армию, чем реально использовать их для себя. Ну потому что даже вот ресурсы Украины, промышленные, я говорю, ресурсы, очень в небольшой степени использовались на нужды германского ВПК, потому что многое было разрушено, многое было вывезено, и в условиях военного времени, конечно, все это восстановить было нереально. Да, план Ольденбург провалился, но все-таки много добра с оккупированных территорий вывозилось в рейх, и перед интендантским ведомством вермахта была поставлена задача полностью обеспечить войска местным продовольствием. Нет, это все вывозилось, но опять-таки этого было недостаточно. То есть, ну вот я даже смотрю, германские войска, они на Восточном фронте всегда были на голодном пайке. Да и всегда говорится, что им там какие-то вот западноевропейские, западные продукты поставлялись. То есть, из оккупированных стран, там из Польши много поставлялось, я так понимаю, что-то даже чуть ли не из Франции. То есть, в общем, не справлялась оккупированная территория СССР со снабжением Восточной армии. Что-то и в Германию поставлялось, но опять-таки это тоже не решало всей проблемы продовольствия в Германии. СССР со снабжением Восточной армии. Как только в Вашингтоне решили, что будут помогать Советскому Союзу, советская пропаганда стала на каждом шагу твердить о Союзе с западными демократиями. Уже в сентябре в боевом киносборнике Любовь Орлова в образе «Стрелки» из комедии «Волга-Волга» сообщала зрителям эту благую весть. Товарищи, весь наш народ поднялся на отечественную войну против озверелого фашизма. Наша страна не одинока в этой борьбе. С нами все угнетенные фашизмом народы. С нами передовые могущественные страны мира – Америка и Англия. На торжественном заседании 6 ноября по случаю годовщины революции об этом говорил и Сталин. Недавняя конференция трех держав в Москве при участии представителя Великобритании господина Биверпул и представителя Соединенных Штатов Америки Гарримана постановили систематически помадрировать наши страны на альтернативные объекты. Мы уже начали получать на основании этого постановления танков и самолетов. Еще раньше Великобритания обеспечила основания нашей страны такими дефицитными материалами, как алюминий, минер, олово, никель, каучук. Если добавить к этому тот факт, что на днях Соединенные Штаты Америки решили предоставить Советскому Союзу заем в сумме 1 миллиарда долларов, то можно сказать с уверенностью, что коалиция Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Советского Союза есть реальное дело. Но это было очень важно в пропагандистских целях, чтобы дать народу понять, что мы боремся не одни, что у нас есть такие мощные союзники, как Британия и Соединенные Штаты. Хотя, конечно, к тому времени помощь, она исчислялась, по-моему, парой сотен танков и такого же количества самолетов. Обратный адрес. Ленд-лиз. Вчера и сегодня. Продолжим через полминуты. Здравствуйте. Это Виктор Кульганек. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире Радио Свобода и на популярных подкаст-платформах. Обратный адрес. Я Владимир Абаринов. И это пятый эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. Все мы знаем об арктических конвоях. Это действительно героическая страница в истории коалиции. Это был самый короткий, но и самый опасный маршрут. Да, основная масса поставок шла через Дальний Восток и через Иран. Это был более далекий путь, чем северные конвои. Но это был безопасный путь, потому что он находился вне зоны действий вооруженных сил стран ОСИ. То есть никак не могли прервать эти поставки. Поэтому шел оттуда, в частности, значительная часть нефтепродуктов шла действительно из Ирана, из иранских месторождений. И, кстати, вот в этом контексте план Гитлера в 1942 году, как вы знаете, у него главная цель была Баку. То есть нефтяные месторождения Азербайджана, но они обеспечивали порядка 90% тогдашней советской нефти. Но даже если бы этот план был реализован, то, по всей видимости, Сталин бы смог продержаться на поставках из Ирана. Наверное, бы их как-то увеличили, может быть, построили бы какие-то нефтепроводы, дороги. Ну, наверное, он бы продержался. Как раз оружие поставляли гораздо меньше самолетов, танков. Вот что, кстати, было довольно существенным, это поставки зенитных орудий, особенно крупнокалиберных. Тут американские поставки преобладали. А танки и самолеты, ну, в СССР было довольно много и танковых, и авиационных заводов, и было, в общем, рациональней и проще поставлять материалы для производства тех же танков, для тех же самолетов. Это сыграло свою роль, то есть маршал Жуков уже после войны, он признавал, что без американских поставок бы Советский Союз никогда бы не смог выпустить то количество танков и самолетов, которые он в реальности выпустил. Был момент, когда и Сталин признавал этот вклад в победу решающим. Сталин 30 ноября 1943 года, когда они втроем, Черчилль, Рузвельт и Сталин, отмечали день рождения Черчилля в Тагеране, Сталин поднял тост за президента Рузвельта и указал, что Америка это страна машин, и без этих машин, поставляемых из Америки, мы бы не победили. То есть указал на решающую роль Ленд-Лиза. Этот тост публиковался в Советском Союзе в искаженном виде. Например, в русском издании книги сына Рузвельта, Эллиота, которая вышла в СССР в 1947 году, спич Сталина заканчивается словами «Эти машины, полученные по Ленд-Лизу, помогают нам выиграть войну». В такой же редакции цитирует Сталина и его переводчик Валентин Бережков. Но американская делегация ввела в Тагеране ежедневный дневник конференции, и в нем тост Сталина звучит так. Без этих машин, поставлявшихся по Ленд-Лизу, мы бы проиграли эту войну. Мне кажется, вряд ли это был просто дежурный комплимент. Сталин был вообще нещедр на комплименты. Он сознавал значение этих поставок вооружений. Вы сказали, что поставки американских вооружений, но на самом деле для Советского Союза критическую роль играли не поставки вооружений, а скорее поставки материалов, которые были необходимы для производства вооружений, для их эксплуатации. То есть речь идет о бензине, речь идет о взрывчатых веществах, речь идет о алюминии, речь идет о легирующих добавках к бронесталям, а также поставки транспортного машиностроения, то есть паровозов, вагонов, автомобилей грузовых и легковых. Вот это играло большую роль. Особенно в 1942 году. Я бы не сказал, что решающая роль Ленд-Лиза была именно в 1942 году. Я бы скорее отнес это на 1943-1944 год, когда Ленд-Лиз и достиг максимума. Советские потери вооружения и техники, они в 1943-1944 были отнюдь не меньше, чем в 1942. То есть это требовало постоянное исполнение техники. И, кроме того, в 1943-м, когда уже все эвакуированные предприятия работали, в не большей степени можно было использовать поставки сырья из Америки. Фронтовые водители нахвалиться не могли на Студебекер. Студебекер-то он по всем статьям превосходил советские газы. И действительно, катюши были почти исключительно на Студебекерах. Тяжелую артиллерию тоже частично таскали Студебекерами. И, конечно, если брать даже не по количеству поставленных машин, а по грузоподъемности, по качеству машин, конечно, американские машины в этом смысле в советском парке времен войны преобладали. Ну и Виллисы тут можно вспомнить. На которых разъезжали все советские военачальники. Один фронтовик, помню, мне рассказывал, что Студебекер сам себя из болота вытаскивал. У него такая специальная лебедка была. Я что-то тоже слышал про эту лебедку. Ну и нельзя забывать о поставках продовольствия. Моя мама, она была юной девушкой во время войны. Тушенки американской ей, конечно, не доставалось. Но американское сухое молоко и американский яичный порошок она вспоминала просто с дрожью в голосе и с величайшей благодарностью. Они буквально спасали от голода. Красная армия вообще, а в ней служила только на фронте одномоментно где-то порядка 6 миллионов человек. Вся армия была там миллионов 11-12. Она снабжалась главным образом за счет поставок по ленд-лизу продовольствия. Чтобы действительно было без ленд-лиза, ну тогда бы еще больше гражданских лиц умерло бы с голода, потому что тогда бы еще больше продовольствия пришлось отнимать у гражданских лиц. КОНЕЦ А что такое обратный ленд-лиз? Обратный ленд-лиз это поставки Советским Союзом некоторых стратегических материалов, которых нуждалась американская промышленность. Ну там речь шла о некоторых цветных металлах, о платине, о каком-то еще сырье. Но, коль я помню, этот обратный ленд-лиз был несовершенно ничтожных размеров. По-моему, порядка, ну может быть, миллионов 10. Уже после этого разговора я сверился с американскими документами. 2 миллиона 212 тысяч 698 долларов. Вот это сумма обратного ленд-лиза. Сюда входило и обслуживание американских самолетов, которые базировались на советских аэродромах. Да, вот обслуживание этих самолетов, может быть, включалось. Не те, которые поступали по ленд-лизу, естественно, А вот американские самолеты, вот был этот проект по бомбежке Германии. То есть американские самолеты вылетали из Италии, а потом они приземлялись в Полтаве на советском аэродроме. Где-то, по-моему, 20 июня, что ли, 44-го года немцы сделали стратегический налет вот на этот аэродром, уничтожив почти все американские бомбардировщики в Полтаве. И с тех пор этот проект уже не действовал. Ну, там уже началась выездка в Нормандии, он уже как бы стал не очень актуален. Вот, ну, где-то он несколько месяцев действовал. Где-то, наверное, с конца 43-го, что ли. Операция «Френтик» она называлась, неистовый. Как раз в Тагеране о ней договорились. А после войны начался долгий спор, сколько должен заплатить Советский Союз за поставки по ленд-лизу. Сталин предложил 200 миллионов и очень не хотел возвращать уцелевшую технику. Прежде всего, корабли и особенно ледоколы. В чем отличие ленд-лиза для Украины от ленд-лиза для Советского Союза? Если сравнивать сегодняшний ленд-лиз для Украины, там, в общем, номенклатура, по идее, другая. Потому что для Украины действительно важны поставки вооружений. А не материалов. Ну, там, может быть, за исключением горючего. Потому что украинскому военно-промышленному комплексу сложно производить какие-то большие объемы вооружений. Ну, в условиях, когда он находится все время под угрозой российских ударов. Здесь, по-моему, принципиальная разница между, значит, будущим ленд-лизом для Украины и ленд-лизом для Советского Союза. По данным на 4 октября, общий объем военной помощи США Украине, предоставленный администрацией Джо Байдена, составляет 17 миллиардов 500 миллионов долларов. Она еще не вся поступила. Объем большой, хотя и в 10 раз меньше, чем ленд-лиз Второй мировой. Кстати, здесь надо пояснить, что закон не устанавливает ни объема помощи, ни ее виды. Он просто наделяет президента полномочиями предоставлять ее по собственному усмотрению. Так почему же украинцы все-таки не получают всего, чего они хотят? Ну, здесь, опять-таки, двойственная позиция администрации Байдена, как я представляю. То есть, с одной стороны, заявляется, что мы желаем победы Украины и будем помогать Украине столько, сколько необходимо. И чем необходимо, а когда речь идет до конкретики, выясняется, что вот танки Украине не поставляют американцы, по крайней мере, до последнего времени не поставляли, самолеты не поставляют. Вот, то есть, то, что, кстати, из видов вооружений было главным в поставках Советскому Союзу, танки и самолеты. И объясняется это тем, что они не хотят прямого столкновения с Россией. Ну, я, правда, не очень понимаю, почему, вот, если ты поставляешь, там, гаубицы и землетно-ракетные комплексы, то столкновение с Россией невозможно, а вот, если ты начнешь вставлять танки и самолеты, то оно возможно. Я логики здесь, честно говоря, не вижу. Может быть, у Байдена какая-то логика есть. Это при том, что голосов за отказ в помощи практически не слышно, и общественное мнение поддерживает в этом администрацию. И все же от любой войны общество устает. И Байдену ведь осталось два года президентствовать. Например, для меня не вполне ясно, может быть, это вам яснее. Но, скажем, вот, Дональд Трамп, он изоляционист или не изоляционист? Вот, я не могу однозначно как-то ответить на этот вопрос. Ну, понятно, да, и то, и другое. Я просто к тому, что есть определенные шансы на его возвращение к власти. То есть, они, конечно, там не стопроцентные далеко, но поскольку они теоретически есть, то вот просто что будет, если он вдруг опять станет президентом? Как может измениться политика в отношении Украины? Это довольно сложно понять. Ну, как же? Трамп усердно разваливал НАТО, расхваливал Путина даже после начала войны. Протекционистские тарифы, стена на границе, уход из Сирии и Афганистана – разве это не изоляционизм? Это понятно, но, с другой стороны, если вспоминать, что именно Трамп начал поставки летальных вооружений Киеву, от чего категорически отказывался Обама, именно при Трампе была, ну, практически уничтожена бригада Вагнера в Сирии в феврале 2018 года. Так что здесь, в общем, однозначно сложно понять, как бы он реагировал. То есть, может быть, он бы, так сказать, и занял более жесткую позицию в противостоянии Путина еще вот, пока война не началась. Такое тоже могло быть, но, опять-таки, это уже сослагательное наклонение, которого история, как известно, не знает. Чем, по вашему мнению, закончится эта война? Какой ваш общий прогноз? Ну, ее исход будет зависеть исключительно от такого фактора, как поставки вооружений Украине. Сколько вот их будут поставлять? Какими темпами? То есть, если их будут поставлять в большом количестве быстро, Украина может победить. Если будут поставлять недостаточно, Украина проиграет. А какой-то компромиссный сценарий, он мне не видится. Ленд-Лиз в прошлом и настоящем. С нами был историк Борис Соколов. Обратный адрес. В эфире «Свободы» каждую пятницу в 18.05 по Москве с повторами в выходные и на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok